МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Прежде чем начнем разговор, напомню нашим телезрителям, у нас открыты линии для голосования. Сегодня ваше мнение узнаем по следующему вопросу. Надо ли тратить 1,5 миллиона гривен на охрану памятника Екатерины? Три варианта ответов. Это не рационально, это необходимо, мне все равно. Олег, нелегкое испытание. Вам погода приготовила. Мы даже видели это в первом ряду, когда губератор инспектировал ваши работы. Как вы можете прокомментировать то, что происходило? Не в смысле разговора, хотя его тоже можете. Мы вернемся позже. Давайте начнем с дорог. Я думаю, что все-таки дороги в первую очередь интересуют. Я не могу сказать, могу вернее с уверенностью сказать, что эта стихия не была для нас какой-то неожиданностью, она не застала нас в распло. Мы начали к ней готовиться еще с лета. В летом Максим Владимирович дал поручение главы администрации службы автомобильных дорог разработать действенный алгоритм взаимодействия на период стихийных бедствий и осенне-зимнего обслуживания дорог. Мы закрепили каждую дорогу за каждым механизмом, за каждым фермером, за каждой подрядной организацией, в зависимости от того, это местная дорога, это коммунальная дорога, это дорога государственного значения. Поэтому, когда пришла стихия, мы были готовы, начали работу своевременно. Но при этом многие дороги были перекрыты. К примеру, Одесса-Киев, дорога на Кодуму, на севере области. Если вы посмотрите хронологию открытия и закрытия дорог и посмотрите на те же действия наших соседей по той же трассе Одесса-Киев, то вы увидите, что по территории Черкасской области ее разгребали, если можно так сказать, 5 суток. Мы это сделали за сутки. Именно своевременное закрытие движения по этой дороге позволило нам вывести всю технику, быстро дорогу зачистить, обработать ее реагентами и открыть дорогу для движения. Хорошо. Если были готовы, подготовлены, была подготовлена соответствующая техника, как же получилось, что все равно не хватило техники и губернатор обращался к Владимиру Гройсману с просьбой предоставить дополнительные единицы техники из других регионов? Обращение касалось не дорожной техники, а обращение касалось техники и бригад для восстановления электроопор. Это немножко другое. Это не к нам не. Что касается снега, куда этот снег девается? Это вопрос, который задавали мне очень многие люди, в большом количестве. Его же нужно было не просто скрести, его нужно было убрать куда-то. И сколько на это денег потратили? Да, сколько на это было потрачено денег. И что за реагенты, которые мы обрабатывали, насколько они сейчас, в 21 веке, вредны для окружающих полей? Ну, и самый, в общем-то, распространенный реагент, который применяется, это соляно-песчаная смесь, 20-процентная. В среднем, если достаточно сильное оледенение, то мы доводим содержание соли. Это хлорид натрия, всем известно. Это, по сути, поваренная соль. Насколько она вредна, вы можете судить по тому, как вы добавляете в любое блюдо ее. Есть более, конечно, современные реагенты, как хлорид калия, как хлорид магния. Но это достаточно дорогие реагенты. Мы должны понимать, что на эксплуатацию дорог, а, собственно, за счет эксплуатации дорог, осуществляется в том числе осенне-зимнее содержание, мы получаем 25% от необходимой нормы. Поэтому мы все-таки реалисты и исходим из тех финансовых возможностей, которые есть. Куда снег девается? Куда снег девается? Но это больше интересует, наверное, город, потому что из города тяжело вывозить. Нам на дорогах государственного значения места... 118 миллионов стоил вывоз снега в Одессе? Мне трудно судить. Я никогда не занимался городскими дорогами, поэтому мне трудно оценивать эти суммы. На дорогах загородных все достаточно просто. Снег убирается сначала на обочины, а потом обеспечивая проезд транспорта, а после этого уже с обочин на поля. Поэтому это только в плюс нашим полям, рожению и урожаю. И недорого обходится? И обходится вообще ни во что, по сути. Ваш разговор с губернатором Максимом Степановым вызвал бурю эмоций в интернете. Давайте посмотрим фрагмент, потом вернемся к разговору. Прошу вывести. Впереди едут трактора, которые это сгребают, а сзади едут КДМки, которые дальше сгортают этот снег и посыпают. Ну, Олег, ну, развели просто. Просто наличие техники на дороге. Так оно нахрен не надо. Людей в нашей области это вообще не интересует. Они стоят. Олег, я специально с ними остановился, пошел разговаривать. Понимая, что они будут возмущаться. Они стоят там уже не пойми сколько времени. Они ждут открытия трассы. Я уверен, что можно максимально быстро в эти участки. Тут же немного. Так, Олег, часто с вами в таком тоне разговаривает губернатор? Ну, на моей памяти это первый раз. Я могу очень кратко это прокомментировать. Губернатор такой же обычный человек, как и все мы. Ему свойственны эмоции. Но в силу того, что, в общем-то, любые проблемы он воспринимает, как свои личные, и подходит к их решению достаточно четко и понятно, когда он видит нарушение технологии, когда он видит, что в результате нарушения технологии процессы, которые должны происходить быстрее, проводятся медленнее, естественно, он реагирует соответствующим образом. Тут ничего такого страшного нет. Это был единичный случай, то, о чем говорил Максим Степанов, когда, собственно, едет вначале машина, которая посыпает солью, а после едет машина, которая сгребает этот снег вместе с солью. Да, мы разбирали этот случай. Он был действительно единичный. А как вы в это думали вообще? Простите, в городе вы часто видели машины, которые ездят с поднятыми ковшами друг за другом? Да, и что происходит, и где сейчас работают те люди, которые занимались этим вопросом? Здесь имеет место дефект исполнителя, конкретно, потому что это опытные люди. Даже на этом видео, там же есть второе видео, где, в общем-то, губернатор подходит к водителю этому и спрашивает, почему так происходит. Там достаточно, так скажем, седовласый мужчина, который уже не первый год работает в облафтодоре на должности водителя. Он понимает технологию производства работ, почему это они сделали. Но этим сейчас облафтодор, в общем-то, занимается. Мы дали ему такое поручение, как нашему подрядчику. Разумеется, что было нарушение этой технологии. Я могу это списать только на одно. Либо это, вернее, два варианта возможны. То есть, либо это ошибка, либо это все-таки, вы должны понимать, это вторые сутки работы. Причем круглосуточные работы. То есть, вполне возможно, люди были настолько уставшие, что уже, так скажем, и не очень… Вы не представляете, что это может быть злой умысел? Нет, я уверен, что это… И попытка на чем-то сэкономить. Я уверен. Может, там соль на самом деле не посыпали, а просто сгребали, снега, соль продали. Ну, как вариант. Дело в том, что… Ели почему-то. Ну, съесть ее тяжело. Она же идет с песком. Достаточно большие объемы, съесть ее тяжело. Можно все жить. Я уверен, что это не злой умысел. Я просто думаю, что это просто единичный случай, дефект исполнителя. Давайте перейдем к планам на будущий год. Сегодня, точнее, на текущий год. Сегодня прозвучала фраза, более 2 миллиардов гривен будет потрачено на ремонт дорог. Что это будут за дороги? Ну, мы должны понимать, что в прошлом году, в 2017 году, на дороге Одесской области с эксплуатацией, с ремонтами, ушло около 3 миллиардов гривен. Поэтому эта сумма, в общем-то, достаточно понимаемая. Мы знаем, какие объекты. В первую очередь, это окончание ремонта трассы Одесса-Рени. То есть мы уже выходим на финишную проблему. У нас осталось 94 километра. 138 сделали в прошлом году. 139 даже. Почти 138,9. Мы говорим 139, так уже округляет. Осталось 94. То есть учитывая, я даже знаю, что у губернатора с вами был спор. Было дело. Сделают мы или не сделаем. Ну, извините, мы сделали, поэтому вы проиграли. В данном случае я не против проиграть, правда. Вот поэтому выигрывают все. Безусловно. Поэтому 94 километра, это уже понятно, что объем, который мы вполне можем сделать. Из-за того, что деньги из таможенного эксперимента. Источник финансирования на настоящий момент уточняется. То есть там возможны варианты. Это возможны деньги и таможенного эксперимента, и какие-то другие программы. То есть понятно, что это будет сделано однозначно. Есть также другая дорога, о которой, в общем-то, давным-давно говорят, которая равносильно по своей проблематике, как и М15 Одесса-Лени. Это дорога Р33. Это дорога, которая соединяет все северные районы. Она, по сути, параллельна трассе Одесса-Киев. Е95. Е95, это М05, это просто международный индекс и внутренний индекс. Р33. Это дорога, которая соединяет северные районы. Балту, Подольск, Ананьев, Захарьевку, Раздельную, Окны, Велико-Михайловку. Это одна из самых проблемных дорог, насколько я знаю. Да, безусловно. Поэтому я говорю, что это дорога, которая требует такого же внимания. Они забывали, но она требует такого же внимания. А Рессария не более распиарена? Она более распиарена, но тем не менее. Тут вопрос не в пиаре, а в том, что дорогу нужно делать. За счет средств таможенного эксперимента в прошлом году, которые были заработаны, мы заложили 10 миллионов гривен на проектные работы. В том числе для того, чтобы сделать проекты, пройти государственную экспертизу, разыграть тендеры, и чтобы к началу строительного сезона мы уже были готовы выходить на эту дорогу. Как раз по этой дороге были сейчас проекты на финальной стадии. К началу строительного сезона мы будем иметь отыгранные тендеры и начнем по ней работать. Есть еще одна дорога, которая тоже так же важна для Севера. Это Р-55, Одесса-Вознесенск. Это дорога на Березовку. Если вы помните, то в 2016 году она была сделана в границах Лиманского района. То есть она граница с Березовским районом. В общем-то, ремонт был прекращен. И там дорога находится в ужаснейшем состоянии. Есть видео в интернете, которые вызывают... Ну, кроме ужаса, ничего не могут не вызывать. Есть золая в сторону Березовки. Да, вы прекрасно знаете, что это за дорога. Тем она важнее. Есть также очень важная дорога Т-16-25, которая соединяет Беляевку и Раздельную. То есть это тоже... Что это за километры? Если в километрах, сколько? Сколько километров у нас запланировано к ремонту? Ну, около... Ну, больше 200 километров. В этом... То есть 2 миллиардов не хватит? 2 миллиарда — это приблизительные цифры, понимаете? Мы уже... Может быть, дадут больше? Знаете, тут вопрос не в том, что дадут. Мы уже дуем на холодное, понимаете? Когда мы закладывали в 2017 год планы, да, мы озвучивали, что у нас в планах был ремонт на 355 километрах дорог. И основной источником финансирования были таможенные деньги. И по тем расчетам, которые провели Департамент финансов, Облгосадминистрации и Одесская таможня, мы понимали, что эта сумма вполне получаемая и вполне реальная, естественно. Но, к сожалению, в июле месяце Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете, подняли индикативные показатели поступления от таможни, и 3 месяца мы не получали деньги от таможни на дороге, к сожалению большому. И, соответственно, многие проекты из-за планированных не были осуществлены. Поэтому мы в этом году более осторожно подходим к нашим планам. Лучше мы озвучим меньше, а сделаем больше. Мост в Паланке. Правильно, да. Мост в Паланке, да. Что мост в Паланке? Когда? Мост в Паланке... Сроки, как минимум, я помню, 3 или 4 раза переносили сроки. Мы должны понимать, что, в общем-то, есть комплекс, так скажем, проблем, почему срок сдачи этого объекта оттягивался. Дело в том, что, согласно проекту, нормативный срок ремонта этого объекта, а по сути это не ремонт, это новая строительство, потому что он делается совершенно другой мост. Демонтирован старый, делается новый. Составляет 17 месяцев. Тем не менее, в силу того, что подрядчик, учитывая важность этого направления, о том, что в юг Одесской области, по сути, связывают только мост, дорога М-15 через Паланку и через Белгород-Днестровский, пообещал нам, что он сделает за 6 месяцев. Поэтому мы так бодренько вошли, что мы вот сделаем до 1 июня 2016 года. Поэтому, извините, нам пообещал подрядчик, что сделает за 6 месяцев. Если вы знаете, что по технологии надо 17 месяцев. Почему вы поверили ему? Вот вопрос. Достаточно просто, потому что 17 месяцев это при односменной работе. Подрядчик сказал, что нам обеспечит круглосуточную работу. Поэтому, если у вас одна смена, это одна производительность. Если у вас две смены, это другая производительность. Если у вас три смены, это совершенно третья производительность. Поэтому, если бы подрядчик обеспечил нам трехсменную работу и 24 часа 7 дней в неделю, это было абсолютно осуществимо. Он этого не обеспечил? Он этого не обеспечил. Сначала он затормозил с выполнением работ, потом выяснилось, что... Что есть вопросы к проектно-сметной документации. Что даже не к проектно-сметной, а именно к проектной. К проектной, да. Значит, на секундочку перевернемся, мы вернемся к строительству, к мостостроительству. У нас на связи Павел Боченко, глава Килийского райсовета. Он расскажет нам, что происходит сейчас в Килийском районе. Павел, добрый вечер. Добрый. Спасибо, что связались с телеканалом Думская ТВ. И нам действительно очень важно, как у вас с погодой и с дорогами. Погода морозная. Ясная, но морозная. С дорогами, слава богу, все классно. Благодаря работе службы автомобильных дорог и их контролю, и нашему совместному контролю с подрядчиком. После непогоды, уже к утру, у нас были расчищены все дороги. Это, кстати, первый год, когда расчищены все дороги. В какой короткий сроке обеспечено транспортное сообщение со всеми населенными пунктами района. Прошлой ночью также был сильный ветер, снова задуло дороги. Я в 9 часов сделал контрольный объезд района. К утру у нас снова было все. В 9 часам все было расчищено и было абсолютно хорошее проезжание. Что спасибо и подрядчику, который выполняет работы, и службе автомобильных дорог, которая обеспечивает такое качество услуги. Павел, как обстоят дела с восстановлением электроснабжения? Знаем, что ваш район пострадал, пожалуй, больше всего касательно падения электроопора, к примеру. Здесь очень сложная ситуация. Действительно, Килийский район впервые за 30-40 лет получился такой проблематикой. У нас на сегодняшний день электричество присутствует в Килие и подается где-то в 80% оппонентов. И к вечеру нам удалось совместно с работниками РС, мы их контролируем, курируем эту работу, выполняют РС, выполняют Углэнерго, подать электричество еще в один населенный пункт района, это село Червоный Яр. Проводятся работы по направлению всех населенных пунктов, но ситуация в высшей степени сложна. Мы говорим о нескольких десятках километров уничтоженных линий электропередач, просто уничтоженных, сломанных опорах, которые лежат в... Сегодня была информация, что электроснабжение восстановится во многих местах не раньше начала февраля, так ли это? Я думаю, что да, что эта ситуация объективная, потому что есть реально очень сложная ситуация. Такой ситуации мы не сталкивались никогда. Работаем, работает областная государственная администрация, по постоянной связи губернатор, вице-губернатор Терещук. Делаем все возможное, и все, каждый на своем месте. Жизнедеятельность района обеспечивается, в каждом населенном пункте работает пункт обогрева, обеспеченный генератором, там может каждый житель зарядить телефон, горячая вода, все услуги оказываются. Большой пункт обогрева работает в Вилково, там может разместиться 80 человек в больнице, также в Телье в больнице работает пункт обогрева. Всем людям стараемся оказывать помощь, но есть объективная реальность. Нужно восстановить порядка 400 опор линий 10 кВт. Это объективно, по нашим оценкам, как минимум до конца месяца, в худший вариант 5-10 февраля. Но это касается самых наиболее пострадавших населенных пунктов. Это Шевченковское, Дмитриевское направление и Лески. Что касается так называемого китайского куста, Червоный Яр, Приозерная Фурмана, я думаю, что там будет свет уже в течение нескольких дней. Как я сказал, уже в Червоный Яр удалось подать электричество сегодня к концу дня. Услышали вас, благодарим за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Павел Боченко был у нас на телефонной связи. Возвращаемся в студию. Мост в Паланке. Проект. Проблема была с проектом. Проблема выяснилась, что когда подрядчик вышел на проектные глубины забивки свай, оказалось, что, к сожалению, их несущая возможность отличалась от проектной. То есть, когда начали давать домократами нагрузку проектную, то сваи начали уходить в глубину, на недопустимую, согласно ГОСТам, глубину. После того, как выяснили эту проблему, сказали, что откроют в ноябре. Да. Январь. Январь. Тут тоже все достаточно просто. Потому что нужно было провести дополнительное изыскание, нужно было пройти достаточно серьезную бюрократическую машину. Почему? Потому что это изменение в проект, это снова дополнительная экспертиза проекта. Это очень много занимает время. К сожалению, основная задержка уже после выявления ошибки – это бумажная волокита. Проведение дополнительных изысканий, перепроектирование, внесение изменений в проект, снова экспертиза этого проекта. Потому что, вы понимаете, капитальный ремонт – это достаточно сложная... Реальный срок, когда будет открыт и закончено строительство моста в Паланке? Ну, губернатор сказал, что он будет открыт до 1 июня 2018 года. Я уверен, что мы сделаем быстрее. Дата записана. Олег, благодарим вас. Олег Варивада, начальник службы автомобильных дорог в Одесской области, был нашим гостем. Мы уходим на новости, после вернемся в студию и продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно.